Буккроссинг – это общественное движение, которое действует по принципу социальных сетей. Человек после знакомства с книгой оставляет её в общественном месте, в парке, поезде или кафе, для того, чтобы другой мог найти и прочитать её. И так по цепочке. В мире буккроссинг зародился ещё в 2001 году, в нашем городе некоторое время назад. А вот детское направление этого движения появляется только сейчас. Суть этого проекта состоит в том, что вот такие книжные избушки, которые будут в дальнейшем, я надеюсь, располагаться на детских площадках и, может быть, в районе детских поликлиник. Мы сейчас ещё и в Экопарке Лукоморья, там, где много детей, куда они приходят с родителями, с мамами, с бабушками. И таким образом они смогут там совмещать и прогулки, и чтения. По словам Елены Панченко, буккроссинг – это некоммерческий проект, который реализуют при помощи работников городских детских библиотек и всех неравнодушных к тому, чтобы дети росли начитанными и образованными. К слову, благодаря этой акции ребёнок может либо попросив родителей, либо самостоятельно записаться в библиотеку. На книжные избушки приводятся адреса всех подобных детских учреждений города. Судьбу кроссинга ещё и в том, что любой желающий может не только взять и прочитать книжку, но и принести её из дома и таким образом пополнить коллекцию избушки. Например, так, как это сделала Таисия Астахова. Я очень рада, что на нашей площадке, в нашем районе появилась такая замечательная полка с книгами. Вот, я очень надеюсь, что дети будут подходить и читать книжки. Я думаю, что мамы меня поймут, потому что в наш век, когда каждый ребёнок сидит у экрана компьютера, у неё различные гаджеты, телефоны, времени у детей, и да и желания книг читать нет совершенно. И когда дети гуляют, и когда они рядом, я думаю, увидят такой замечательный, в чём такой красивый домик, я очень на это надеюсь, что наши дети всё-таки вернутся в то время, в наше детство, когда для нас самым интересным, самым познавательным была книга. А Владимиру, который в Севастополь приехал из Воронежа, приглянулась книжка Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Он обязательно даст прочитать её своей дочке. Я сюда пришёл с своими детьми, все сейчас посещают по очереди все музеи, обязательно отдельно мы пойдём в музей советского детства. И один из этапов этой истории – это книга «История советского детства». Сейчас дети очень мало читают, в основном всё интернет, одноклассники. А книжка, она всегда останется и будет тем настоящим, что можно почитать, чем можно уснуть, чем можно поддержать и передать другу всегда. Две книжных избушки – это пока лишь первая ласточка, говорят инициаторы проекта. Сейчас они уже определяют места в городе, где могут появиться новые мини-библиотеки на открытом воздухе. Преимущественно это будут детские площадки или поликлиники. Есть даже идея организовать боккроссинг на автовокзалах Крыма, чтобы у ребят была возможность занять себя чтением во время ожидания автобуса или даже во время пути. Тогда книги будут переезжать из города в город, а наполняемость таких избушек постоянно меняться. Светослав Данилов, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя.